В храме спаса нерукотворного образа в селе Усово прошла благотворительная церемония вручения подарков жителям округа с ограниченными возможностями здоровья. Собрать средства на их приобретение помогла акция «Белый цветок». В Денцовском городском округе 16,5 тысяч проживает инвалидов. Это большая цифра, потому что и округ большой. И вот сегодня впервые мы вручали подарки от благотворительной акции «Белый цветок», которая зародилась у нас в этот юбилейный крестный год, который проходил в сентябре в Усовском храме. «Белый цветок», который прошел в Усово, благотворительная ярмарка, это была только часть, в которой участвовали дети, но фонд, который провел основные сборы, наш фонд единения, смог собрать почти 800 тысяч рублей. Вообще, в условиях пандемии, это колоссальная сумма. И то, что мы сейчас индивидуально, персонально, очень внимательно, наша Денцовская администрация, разобравшись в нуждах каждого из тех, кому нужна благотворительная помощь. Технические средства реабилитации, принтер и коляска-трансформер. Подарки подбирали индивидуально, ведь потребности у всех разные. У Алеши ДЦП, и ему была жизненно необходима специальная коляска для передвижения и занятий. Это его жизнь, это его здоровье, чтобы не было искривления, чтобы было удобно, комфортно, потому что он в коляске довольно-таки долгое время проводит. Это и прогулки, и какие-то мероприятия, и занятия с учителем. То есть это у нас все необходимо. Огромное спасибо, хотим сказать всем, кто принимал участие в приобретении этой коляски, потому что это чудо, это мечта для нас. Для участников церемонии провели экскурсию по территории просветительского центра Усово-Спаское. Никаких сложностей с передвижением гости не испытали. Здесь сумели создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрен и сурдоперевод. Организаторы пообещали, подобные встречи станут доброй традицией. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.